Продолжение следует... Ви, тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах. Около Громши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Не только вас! Не понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия – это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь это выяснить до того, как приедет Макстан. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить псих, а я тогда пришлю за ним в машину. Надеюсь, все понятно. И вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, у них за искушение... Продолжение следует. По сути, предробнее. Йоу, мистер Ви. Рад встрече. Декстер Дэшон. Собственной персоной. Ижа, не против, если я сначала спрошу, что, на твой взгляд, лучше, быть никем и спокойно дожить до старости или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до тридцати? Декстер Дэшон. Громить притоны мусорщиков. Погоди. Дай-ка теперь я спрошу, Декс. Зачем это все? Причем тут я? Ты мог позвать Джеки или Тибак. Мог рассказать все по телефону. Я старомоден. Люблю смотреть в глаза тому, с кем работаю. С Джекстером я уже встречался. Тибак помогала мне еще два года назад. Вот тебе и ответ. Кроме того, у меня есть маленькое задание специально для тебя. Я расскажу. Ну и что за дело ты примитил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Нет, не проблема. А смертный приговор. Найт-сити, их территория. Они же нас раскатают. А как иначе, мистер Ви? Больше риск, больше добыча. Первое правило по смерти. Да и я тоже не дурак. Сделаем все так тихо, что не оставим даже следов, которые надо заметать. Мы друг друга поняли? Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрёма. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного. Она просто нервничает. Хочет увидеть исполнителя. Так. А что за дело надо уладить с Мальстрёмом? Вставляй щепку. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Прожила с техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были Мальстрёмовцы. Среди этой техники был болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрёмом. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрёма главарем. Мы ударили по рукам, а через три дня его сместил ближайший друг из подвижника, Саймон Рэндалл. Он же Ройс. Теперь план главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мэридит Стаут из Милитеха. Что за человек этот, Ройс? Просто психопат. Из тех, что любят хром. Тут таких много. Твоя правда. Отличие только в том, что не все отправляют друзей в промышленную микроволновку. Говорят, сначала лопаются глазные яблоки. Чпок, и всё. Потом тело превращается в гуляш. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая. Спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Её зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить её по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из пассивки. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдёт прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Думаю, я знаю всё, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. И ещё, мистер Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы. До скорого. Джеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Он типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, профи умеют разгребать говно за Мальстрёмом и Мелитехом. Там какой-то бот. Военная разработка. Мальстрём его украл, а Декс купил. Но не получил, потому что у них сменилось руководство. А, да, слышал. Ройс устроил Брику. Гварцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Ещё дал номер какой-то бабе из Мелитеха, но... Не знаю, как она нам поможет. Чемпион. Да, не слышу восторга в голосе. Ты что-то знаешь про Ройса? Ройс просто наглухо ебанутый. Для него хром, как наркота для торчка. И ещё вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей. Эвелин Паркер. Тебе? А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин барит. Итак, с кого хочешь начать? С Мальстрёмовцев или с Паркером? Я бы сначала встретился с Парком. Надо посмотреть, кто она и чего хочет. Орали. Тогда я поеду в Коулфудс. И посмотрю, что там почём. Асталу Эйго. А-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok